Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Наконец-то я снимаю долгожданное видео, моя коллекция украшений. Это будут все ювелирные изделия из золота. Я решила поделить это видео на три части. В первой части, то есть в сегодняшнем видео, я покажу вам самые любимые украшения, то, что я ношу на постоянной основе. Если вы зацените, то я и дальше буду снимать для вас свои украшения. Итак, первый браслет это золото 585 пробы, 1,7 грамм. Это браслет по типу One Cliff. Я вам специально снимаю в макросъемке, и вам видно абсолютно все. Этот браслет можно увеличить в размере. Здесь есть дополнительная цепочка, но так как у меня очень хрупкая и нежная ручка, я всегда ставлю на первую ячейку. И то он свободненько на моей руке, но смотрится это очень даже красиво, я довольна. Так как цепочка здесь очень нежная, тоненькая, я боялась поначалу, что браслет может просто порваться. Но я его ношу на постоянной основе, не снимая, на протяжении, наверное, трех месяцев точно. То есть я купаюсь с этим браслетом, я сплю вместе с ним, и ничего с ним не происходит. В замечательном видео он, я очень довольна. Ношу просто с удовольствием. И ничем не миксую, вот просто один тоненький браслет у меня на ручке, и смотрится очень утонченно, красиво и нежно. Буквально неделю назад я даже снимала для вас влог. Я вам показывала, что я иду покупать золото, и я купила себе вот такие вот сережки специально под этот браслет, чтобы был комплект. Также хочу купить цепочку обязательно. Эти сережки здесь 2,8 грамм. Здесь моя любимая английская застежка. Были такие же серьги, только, например, полтора грамма. Я не советую брать изделия меньше 2 грамм, потому что они очень хрупкие, они будут ломаться, застежка будет портиться и так далее. Несмотря на то, что изделие супер маленькое, 3 грамма для них просто отлично. Поэтому смотрятся очень красиво и в то же время очень надежно. Их тоже я ношу вместе с браслетом, не снимая, постоянно у меня они на ушках. Это правило касается не только сережек, но и всех изделий. Вот, например, это кольцо, здесь 3 грамма. Хотя подобные кольца есть в 1 грамме, понятное дело, что они дешевле. Но лучше немножко подкопить и купить что-то полновесное, чем пустотелое. Пустотелые изделия очень быстро ломаются, гнутся, поэтому учитывайте этот момент. У меня было такое пустотелое кольцо, и каждый раз, когда я его надевала на большой палец и при этом резала какие-то фрукты ножом, у меня плюс еще на кольце появлялись вмятины от ножа. После этого я поняла, что кольца надо обязательно брать полновесные и надежные. Это кольцо оно такое, 585 проба. Вообще почти все мои изделия ювелирные, они 585 пробы. Ношу его, не снимая, на постоянной основе. Но вот это, например, кольцо на постоянной основе носить не получается. Я его стремлюсь носить каждый раз, когда иду на какие-то мероприятия, но потом забываю его надеть. Так как эти бабочки очень сильно цепляются об одежду, приходится снимать это кольцо. Дело не в том, что я боюсь его погнуть или еще что-то. Просто оно в носке ужасно неудобное, поэтому приходится каждый раз снимать, а надевать я все не вспоминаю. Здесь 2,8 грамма, 585 проба. Оно тоже полновесное, то есть очень прочное колечко. Посмотрите сзади, сколько здесь золота. Несмотря на свой маленький размер, а у меня пальчики 16-16,5, несмотря на это здесь 2,8 грамм золота. Покупала я его года 3 назад и, наверное, за эти 3 года, может, раза 5 носила. Эти бабочки буквально порхают, смотрится очень красиво, но очень непрактично. И опять кольцо. Как вы поняли, кольца я очень люблю. Я увидела это кольцо случайно, не собиралась его покупать, но когда я увидела размер, это был 15,5. Я решила, не раздумываясь, его брать. Я вообще люблю в кольцах геометрию. Здесь она присутствует, смотрится очень красиво. Здесь небольшой ряд фионитиков, 585 проба. Это уже красное золото. Я, если честно, больше люблю желтое золото. И оно у нас стоит дороже, чем белое и красное. Но все равно это кольцо я решила брать. Посмотрите, какое оно красивое. После того, как я его купила, по-моему, в феврале этого года, где-то, наверное, полгода точно, я ходила с ним, не снимая. На среднем пальце правой руки он у меня всегда был. Браслет, в котором больше 7 грамм, покупала 2 года назад. Даже показывала вам во влоге, как я его выбирала. Здесь сочетание красного золота и желтого. Но преобладающее большинство браслета все-таки в желтом золоте. Что-то вроде шармиков здесь, подкова. Все смотрится очень красиво. На мою ручку село просто идеально, и я решила брать. Посмотрите, какой красивый браслетик. Честно, я его очень люблю, но почему-то редко ношу. Не знаю, с чем это связано. Возможно, оно какое-то слишком толстое. Но не знаю, честно, почему. Надо почаще его носить. Постоянно забываю, все в шкатулке лежит и лежит. Здесь есть дополнительные ячейки. Можно сделать браслет больше или меньше. Но у меня, как всегда, стоит на первой. Это вообще всегда так, потому что все браслеты всегда мне большие. Здесь нет никаких бриллиантов. Это обычные фионитики. Но смотрится очень утонченно, классно. Когда я его только купила, я его где-то 2-3 недели носила, не снимая. А потом все лежит у меня в шкатулке и лежит. Но это изделие я очень люблю. Оно смотрится дорого, богато, красиво. В общем, я довольна. Следующие серьги, которые я купила на подаренные деньги со своего дня рождения. Решила купить сережки. Хотя шла я за кольцом, но кольцо своего размера я не нашла. Потом увидела эти серьги. Здесь английская застежка. 585 проба. Здесь 3,2 грамма золота. Не могу сказать, что они прям настолько прочные, как я люблю. Эти сережки неполновесные. Скорее, наверное, пустотелые. Несмотря на то, что здесь больше 3 грамм, все равно они большие. Но все равно мне очень понравились эти серьги. Я их ношу на какие-то мероприятия. Но как прихожу домой, стараюсь их снимать и класть в шкатулку. Но так они смотрятся очень утонченно. Красиво. Желтое золото в сочетании с белым. Вообще красиво смотрятся. Очень богато. Итак, мои самые любимые сережки, которые я купила в Sunlight. Здесь совершенно немного золота. 1 грамм и 7, по-моему. Но они безумно прочные. Они просто железобетонно сидят у вас на ушке. Их очень трудно снять. Смотрятся очень нежно, красиво. Я в восторге от этих сережек. Если вы хотите, я вам даже артикул оставлю. Переходите и покупайте тоже. Сейчас они стоят намного дороже, чем я их покупала. Но все равно они того стоят. Несмотря на свой минимальный просто вес, это самые прочные сережки в моей коллекции. Очень довольна. Наверное, единственное изделие из моей коллекции. 750 пробы. Это 16 размер. Это кольцо мне подарили. Подарили, когда я училась на первом курсе, по-моему. Или в 11 классе. Было это очень давно. Но, несмотря на это, до сих пор я очень люблю это кольцо. Ношу, правда, редко. Здесь 1,6 грамм. Оно не очень полновесное, так скажем. Но при этом ношу уже давно. Ничего с ним не произошло. Здесь сочетание желтого, красного и белого золота. И небольшие фионитики. Вот за это я люблю золото. Каждое изделие имеет свою историю. Вот это кольцо мне подарили, когда я училась на втором курсе. Я помню, что с этим кольцом еще и продавали сережки. Мне предложили подарить и сережки тоже. Но я отказалась и взяла только кольцо. А сейчас жалею. Сложно найти теперь серьги, похожие на это кольцо. В последнее время все больше и больше хочется все-таки комплекты. Это кольцо полновесное. Оно очень тяжелое. Здесь 3,5 грамма. Но здесь очень большой камушек. Он тоже входит в вес изделия. Лимонное золото 585 пробы. Размер тоже, по-моему, 15,5. Я его не уменьшала. То есть изначально заводской вариант был 15,5. А это крайне редко. Со временем, к сожалению, вот этот большой камень немножко потускнел. Одно время я просто мечтала о кольце с какой-то висюлькой. И мне подарили это кольцо с обалденной бабочкой, которая болтается и смотрится безумно утонченно и красиво. После двух лет непрерывной носки этого кольца бабочка у меня, к сожалению, оторвалась. Но, к счастью, это произошло дома. Эту бабочку я нашла у себя дома. Отнесла к ювелиру. Он уже прикрепил и это место немножко увеличил. То есть добавил там золото и сказал, что уже больше эта бабочка не оторвется. Но после этого я стараюсь уже быть аккуратнее. Ношу кольцо максимум где-то месяц, а потом кладу на место. Боюсь, что вновь эта бабочка может оторваться. А вообще изначально, когда мне дарили это кольцо, его купили в 17 размере. Потом отдали ювелиру. Плюс мы потеряли, получается, золото из-за того, что уменьшили размер кольца. И потом, вследствие деформации, спустя где-то неделю, здесь упал еще один фионитик. Поэтому это кольцо аж три раза было у ювелира. Это прям рекорд, можно так сказать. И после этого я вот безумно не люблю покупать кольца, потом уменьшать в размерах и так далее. Этот геморрой я вообще не люблю. Поэтому сразу стараюсь выбирать изделие, которое подходит под мой пальчик. Во-первых, вы теряете в грамме. Во-вторых, вы теряете после деформации, появляются какие-то проблемы. Поэтому лучше сразу брать свой размер. Цепочка полновесная из магазина Sunlight. У меня вообще очень много украшений из ювелирного магазина Sunlight. Кулон тоже из этого же магазина с таким зеленым камушком. Смотрится очень красиво. В второй части видео моей коллекции золото. Я вам покажу больше изделий из магазина Sunlight. Кто бы что ни говорил, я безумно довольна качеством. Мне все нравится. Посмотрите, какая цепочка полновесная. Прям трос. Я хотела такую цепочку. Здесь 10 грамм. Очень надежная застежка. 585 проба. Мне все нравится. Я хотела такого типа цепочку. И кулон тоже безумно в тему. Смотрится очень красиво. Все вместе получается, по-моему, 11 грамм. И смотрится тоже неплохо. Вы, наверное, пишете, что подобные цепочки уже не модны. Я, с одной стороны, с вами согласна. Но, с другой стороны, почему бы нет? Почему не иметь в коллекции что-то такое для разнообразия? Кулон тоже такой достаточно увесистый. Надежный. Мне кажется, даже если годами его носить, точно с ним ничего не произойдет. Но это не натуральный изумруд. Искусственно выращенный изумруд. И небольшой такой фионитик. На мне он смотрится вот так. По-моему, это 65 сантиметров. Он доходит до груди. Мне нравится. То есть, как смотрится. Я его частенько ношу. Подобные изделия, независимо от того, это браслет или цепочка, я всегда беру полновесный. Вот этот браслет тоже у меня полновесный. Здесь почти 2 грамма. Очень красиво переливается. Я даже хочу тоненькую такую цепочку себе. Где-то 50 сантиметров. Посмотрите, какой красивый браслетик. Его я тоже могу прям месяцами носить, не снимая. Надежная застежка. 585 проба. Тоже покупала в санлайте. Очень нравится в санлайте то, что можно выбрать длину, подходящую именно тебе. На сегодня, я думаю, достаточно. Если вам понравится этот формат, я буду частенько снимать для вас всю свою коллекцию украшений. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!